На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как избежать смерти? Мы знаем, что со времен грехопадения смерть очень прочно вошла в мир, в котором мы живем, и за всю историю человечества только двое, может быть, трое избежали этой участи. Это древний праведник Енох, о котором очень мало и прикровенно, но немножко говорится на страницах Ветхого Завета. И говорится, что он был праведен, ходил перед Богом, и Господь взял его живым на небо. То есть вот первое, что можно сказать, что человек, который хочет избежать смерти, должен быть праведен, непорочен ходить перед Богом. Тогда, может быть, участь Еноха. Второй такой праведник — это пророк Илья, великий, славный пророк, который был живым в огненной колеснице, согласно повествованию книги царств, взят на небо. И вот, пожалуй, и все. Все остальные, включая великих святых и включая Сына Божия, Господа Иисуса Христа, сошедшего на землю, ставшего человеком ради нас, смерти не избежали. Но все религии мира говорят о том, что смерть — это не конец человеческого существования, что и после смерти душа человека продолжает жить. А вот христианство говорит об этом с особой убедительностью, с особой силой. И мы верим, что смерть побеждена. Совсем избежать смерти, наверное, невозможно. Но для христианина смерть не страшна, и смерть где твоя жало, ад, где твоя победа, так взывает древний пророк. Мы верим, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю, в нем обитала вся полнота божества телесного, как говорит апостол. Он истинный Бог, свет от света, Бог истины от Бога истинного. И вот он тоже умер. Он не избежал смерти. Он сошел во ад. И своим божеством он преобразил смерть. Он разрушил ад. И каждый, кто идет вслед за Христом, каждый ученик Христов, каждый последователь Христа, он идет тем путем, которым Христос прошел. А Христос прошел, разрушив ад, к воскресению. И он вознесся на небеса, воссел одесную Бога и Отца. И вот христианин, который живет так, как Христос учил, который следует за Христом, который верен Христу, который, что очень важно, причащается святых Христовых тайн, для него смерть не страшна. Можно сказать, что он избегает смерти, потому что он через смерть переходит к воскресению, к жизни вечной, к жизни со Христом. Он идет тем же путем, которым Христос прошел. Это уже не путь в никуда. Это уже не путь в темноту. Это уже не путь в ад, в какой-то мрак. Нет, это путь тот, светлый, светозарный, которым осиян светом самого Христа, светом его воскресения. Вот такие удивительные и полные правды слова, привозят там Евангелистан, слова самого Христа. Он воскресение и жизнь. Тот, кто в него верит, даже если и умрет, оживет и будет иметь жизнь вечную. В этом одна из основ христианской веры. Во власти Господа Вседержителя врата смерти, еще древний псалмопевец говорил, и вот Господь открыл эти врата. Изведена всякая душа, которая хочет быть со Христом. Из этих врат. От смерти к жизни. Тот, кто ест мое тело, пьет мою кровь, тот имеет в себе жизнь вечную. Любовь крепче всякой смерти. Та любовь, которая дается от Бога, та любовь, которая есть божественная благодать, она побеждает смерть. Апостол Павел говорит так. Когда же тленное сие обличется в нетление, смертное сие обличается в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победу. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех. А сила греха — закон. Поэтому стараться надо уклоняться от всякого греха, следовать за Христом, причащаться святых христовых тайн, и тогда исполнится на нас эти слова, что Он есть воскресение и жизнь. И верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную, потому что Он своей смертью смерть поправ, уничтожил. Продолжение следует...